Ну что, дорогие друзья, пришло время нашей рубрики «Открытый микрофон». И мы сегодня «Открытый микрофон» предоставили сотрудникам САХА, Якутия, Стата. Мы будем говорить о том важном мероприятии, которое предстоит буквально вот уже совсем скоро. Я вот точно не знаю, но мы сейчас уточним у наших гостей. Это всероссийская перепись населения. Дорогие друзья, не надо вздрагивать, не надо рыдать и рвать на себе волосы. В общем, это такая вещь нужная, необходимая. И каждые 10 лет происходят такие вещи. И кто у нас в эфире сегодня? Ирина Ивановна Пирожкова, главный экономист отдела информации САХА, Стата. И Захаров Анасин Иванович, заместитель начальника отдела статистики, уровня жизни, обследования домохозяйств, населения и здравоохранения САХА, Стата. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ну вот перепись населения, которая предстоит. В каком же году это событие грянет у нас по всей стране? Ну, доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В 2015 году решением Организации Объединенных Наций был объявлен раунд переписи населения во всех странах. Во всем мире? Да, во всем мире. Начиная с 2015 года по 2024 год, каждая страна должна провести обязательно у себя хотя бы одну перепись населения. В нашей же стране она пройдет в 2020 году. Ну, совсем скоро, буквально через три года. То есть к нам придут опять переписчики и будут спрашивать. А вот что выясняется в процессе переписи населения? Ну, вот вообще суть проведения переписи населения, да, чтобы рассказать про него, немножко, наверное, нужно рассказать про историю переписи, вообще как она зародилась, для чего она была нужна. Вообще первые упоминания о переписи населения у нас во всем мире появились еще в Ветхом Завете при рождении Христа и его появлении на Земле. Были переписи населения и в Римской империи, и вот доподлинно известно, что 4000 лет тому назад первые переписи населения были и в Китае, и во времена татаро-монгольского иго были переписи населения, да. То есть вообще для чего это производство? Каждый проявитель того или иного государства, ну, скажем так, в обязательном порядке это проводил. В целях чего? В целях понятия, да, сколько у него населения, чем оно занято, сколько оно грамотно, какие у него возможности, потенциал. И вот на основе всей этой информации планировалось вообще развитие того или иного общества, получается. Вот даже если... И принимались какие-то государственные какие-то там планы, там задачи ставились. Кстати, про план. Первая перепись в Советском Союзе, которая была проведена в 1926 году, да, ее результаты легли на основе планирования народно-хозяйственного развития, ну, то есть косплан, получается, да. А, кстати, сегодня отмечается дата, вот, 22 февраля. Ну, еще вот хотелось бы обратить внимание, что 9 февраля исполнено 120 лет со дня первой всеобщей и единственной переписи населения Российской империи. То есть вот эта вот дата является, скажем так, официальной отметкой, когда зародилось вот это мероприятие как основательное. То есть со времен Ивана Грозного там вообще этого не было, как бы, на территории Российской? Нет, безусловно, это было. В территории Российской Федерации, вообще России, да, еще с Киевской Руси проводились переписи, но она не охватывала всю территорию. Всю население, всю территорию. Ну, то есть локально как-то, в принципе, да. В городах больших. Территории же были обширные, и, соответственно, и войны шли постоянно, и территории то расширялись, то сужались, и, соответственно, ну, точечные были переписи. А это была первая перепись с охватом всей территории Российской империи и с охватом всего населения, и наличного, и постоянного, и передвижного. Ну, вот, продолжая тему, как бы, необходимости проведения ее, да, вот, как я отметил, вот, в 1926 году оно легло вот именно в планирование госплана, да. Потом далее была проведена перепись в 1937 году. А госплан, давайте вот немножко добавим, что потом, уже когда советское государство грянуло, да, Ленин, так сказать, дал указание, чтобы разработали Гойл-Ро, да, это план электрификации всей страны, да. То есть электрификация стала таким двигателем, как говорится, прогресса. Развитие, да. Это наподобие, вот сейчас интернет, как бы, да, нас захватывает, захватило, и как-то никак не может охватить, в конце концов, всю республику. Простой пример вы приводите, вот, например, электрификация, да, охват интернетом, вот, заложить те основные параметры, которые необходимы, да, вот, сколько нужно подключить, да, станции, сколько нужно мощности вообще, сколько нужно, вот, на основе чего это делать? Безусловно, на основе той информации, которую она предоставляет статистика, это сколько населения, то есть, тех или, это, перепись населения, это источник информации не только численности, а ее распределение по территории, да, то есть, вот, провести интернет, например, в глухой деревне, ну, какая мощность, мощность там нужна, да, сколько человек там проживает, сколько пользователей там будет, ну, ну, сколько денег заложить, в конце концов. Да, в конце концов, сколько денег на все это мероприятие нужно, вот, поэтому, собственно говоря, и вот такое мероприятие проводится под названием «Перепись населения». Скажите, а вот 120 лет мы отмечаем в этом году переписи всероссийской, или как всеобщей, да, в Российской империи. Скажите, пожалуйста, вот та вот методология, да, она как-то изменилась вот с тех пор? Какие-то вопросы, может, новые появились? Или, опять-таки, какого ты, ну, явно, да, вот, допустим, вот вы мужского пола, да, я женского пола. Нет, там стоит вопрос, какого мужского там женского пола, ну, там, возраст, там, образование, да, видимо, в то время тоже какие-то вопросы? Кстати, вот, все знают, что вчера в новостях у нас прошла информация, что в музее имени Ярославска открылась экспозиция, посвященная вот этой дате, 120-летию первой всеобщей переписи. И, готовясь к этой выставке, мы вот с Афанасием Ивановичем окунули в историю, работали в национальном архиве, нашли очень много интересного материала. И, в принципе, я и для себя, и наверняка Афанасием Ивановичем тоже для себя сделала открытие, что, в принципе, программа переписи, которая была утверждена вот в тот момент, она сильно принципиально не изменилась. Остались вопросы те же, порядок проведения переписи остался те же, порядок привлечения переписчиков остался та же. И те же вопросы, допустим, сколько человек проживает в хозяйстве, кто хозяин, кто же отношение вот к первому лицу, как они живут, в каком жилье, какое жилье они имеют, чем они занимаются, образовательный уровень, национальная принадлежность даже есть, эти все показатели, в принципе, они и сейчас остались в переписных листах. Но, конечно, сейчас уже программа расширилась, и другие вопросы возникли, миграции населения, допустим, да, это сейчас вот учиться, потому что сейчас, в наше время, передвижение, оно очень активное население. Ну и другие вопросы, инфраструктура населенного пункта. Скажите, пожалуйста, а почему вот выбрана дата именно проведения переписи один раз в десятилетие? Ну почему не в 20 лет, почему не в 50 лет, может, в 100 лет можно было один раз проводить масштабно так? Ведь это же очень большие затраты финансовые. Вот напомните, пожалуйста, сельскохозяйственная перепись, которая прошла, вот я с вами активно сотрудничала по этому вопросу, она прошла у нас вот буквально в прошлом году, в 16-м году, да, и очень на хорошем таком организационном уровне. Ну я прям как, ой, себя не похвалишь, и вас не похвалишь. Ну да, в принципе, вот этот промежуток, вот через сколько лет проводить эти переписи, оно это рекомендовано Организацией Объединенных Наций на основе, конечно, проведения, ну опыта проведения переписей во всех странах. И это более приемлемый промежуток, через который нужно проводить переписи. Ну, в общем-то, да, действительно, там же получается поколение как бы вырастает, ну вот школьники, да, мы же недаром учились с 1 по 10 класс почему-то, да, ну как бы, и, естественно, это уже целое поколение вырастает, это они вливаются, так сказать, ну плюс там минус институт там или что-то, да, вот вуз какой-то или учеба где-то, и потом они становятся трудовыми, так сказать. Да, конечно, вырастает целое поколение, но сейчас уже вот федеральным законом и по переписи населения, и по сельскохозяйственной переписи предусмотрено проведение микропереписи. Это уже требование времени, потому что сейчас у нас все меняется, и все меняется очень быстро. То есть мобильность, она очень такая, да? Ну, в первую очередь это вот повлияло вот на проведение микропереписи. А они как проводятся, с какой частотой переписи эти микробуты, Афанасий скажет? Ну, во-первых, немножко хочу сказать про 10 лет, да, почему вот 10 лет? Во-первых, ну, мне кажется, вот стоит отметить то, что перепись, это, во-первых, очень затратное мероприятие. Это привлечение огромного количества переписчиков, да, это огромные бюджетные деньги затрачиваются на это мероприятие, и вот, безусловно, каждые 2 года, 3 года проводить такие затратные мероприятия, ну, скажем так, методология статистики, она позволяет в межпереписной период учитывать как бы изменения демографии, основные показатели, да, то есть у нас и каждый год проводится и оценка численности населения на основе тех данных, которые мы получили по переписи населения, да. А вот микроперепись, да, действительно, вот в 2015 году она была проведена, и вот в соответствии с законодательством она будет проводиться именно в межпереписной период, то есть вот раз в 10 лет проводится перепись, а между ними будет проводиться микроперепись. Кстати, вот история... Это 5 лет, видимо, так, да, напополам? 5 лет, да, раз в 5 лет. Нет, раз в 10 лет получается микроперепись тоже. То есть вот 2015 микроперепись, в 20-м перепись, 25-м опять микроперепись, ну, имеется в виду промежуток именно микропереписей. А, то есть понятно, между микро... Да, да. Скажите, а микро это имеется в виду, вы опять-таки охватываете всё-всё население или же локально там, например, город Якутск в этом году, ну, в эту перепись? А через 10 лет мы посмотрим, что там творится в Алекминском районе, да, или как, или все? Ну, вообще, вот выборочная совокупность, ну, да, микроперепись — это выборка. Вот прошлая микроперепись, например, в нашей республике охватила 2,2% населения. Ой, как мало! Ну, вот опять-таки, статистика — это же вообще наука, и статистическая наука позволяет на основе этих 2%... Ой, там цифры, да, цифры. ...опубликованы на сайте Росстата, там, любой изглавающий может посмотреть и сравнить с этой микропереписью. Скажите, а вы не можете вот уточнить, да, вот микроперепись у нас прошла, у нас сейчас больше мужского населения или женского в республике? Безусловно, женского, да. Вот вообще есть тенденция того, что мужчин рождается больше, ну, мальчиков рождается больше, да. Но, опять-таки, есть такой показатель, как продолжительность жизни. Женщины у нас живут в среднем 75 лет, а мужчины 65 лет. Вот сравните, и за счёт вот именно... А с чем это связано? Ну, как бы, это здоровье, там, они пьют, курят все или что, или как? Вот на этот вопрос, вот именно, видите, вот перепись даёт такие данные, а на этот вопрос, почему это происходит? Безусловно, должна уже, вот, ценность данных, получается, в чём, чтобы исследовать, для исследователей, для научных, не только правительственных использований. Ну, то есть, получается, медицина должна сюда подтянуть, как бы, да, безусловно, да, конечно. Вот те тенденции, которые выявляют... Образование, видимо, да, чтобы... Как-то корректировать вообще, и направлять, и... Ну, и инфраструктуру, социальную сферу уже вот на основании итогов переписи уже вот, это уже, ну, государство уже принимает целую программу дальнейшего развития. А вот ещё скажите, ну, да, действительно, переписи, это такое дело очень важное, нужное, да, как вот мы сейчас понимаем, и она проводится достаточно часто. Дорогие друзья, ну, в общем, мы продолжим наш разговор, и там немножко захватим про сельхозперепись, да, наверное, вот во втором блоке. А сейчас мы немножко прервёмся на рекламу, и, пожалуйста, не расходитесь. Ну, и продолжим. Да, действительно, за каждой, в общем-то, цифрой, которую, в общем, сотрудники Сахастата выверяют, буквально вот прям до сотых, там, каких-то там тысячных процентов, да, стоит действительно и судьба, ну, государства, судьба отдельного региона, и, в конце концов, судьба, наверное, каждого вот из нас, в общем-то. И надо это понимать, наверное, потому что некоторые люди говорят, ой, а зачем вообще эта перепись? Да ну, я их вообще даже не впущу. Бывает такое, да? Вот можете подтвердить, но такие отказы были когда-то вот за последнюю перепись, которая сельскохозяйственной прошла? Ну, да, вот в прошлом году, в 16-м году у нас прошла сельскохозяйственная перепись, всего была охвачена перепись около 111 тысяч хозяйств. Но я буду говорить о личных подсобных хозяйствах, это около 102 тысяч хозяйств мы охватили, из них где-то 88 с лишним тысяч – это хозяйства, проживающие в сельской местности, а 12 с лишним – это уже в городской местности. Конечно, были единичные случаи отказа. Это, если перевести в проценты, это 0,07. Это, в принципе, ну, мизер, мизер. А большинство хозяйств с пониманием относились к проводимому мероприятию. Даже вот были случаи в городской местности, у нас вот в пригородах, да, города Якутска, у нас же городская местность переписывалась выборочным методом. Ну, в среднем каждое пятое хозяйство. И, конечно, были даже хозяйства обиженные, которые ждали в эту выборку и ждали переписчиков, а переписчик зашёл в соседнее хозяйство, а вышел и дальше пошёл, не заходя к ним. Конечно, были такие звонки. Вот, кстати, по отказывающимся людям, да, вот если, опять-таки, историю от первой переписи взглянуть, вот как раз-таки на открытие выставки, вот вступала кандидата исторических наук Кучатова Тамара Тимофеевна. Вот она отметила, что в то время, да, вообще понимания не было, кто такой переписчик, да. Думали, что это приехал ревизор, сейчас нас посчитает. Ну, вообще для фискальных целей, получается, человек приехал и начнёт сейчас у нас всё описывать. Всё отбирать. Да, и поэтому были случаи, когда, ну, скрывали своё хозяйство. Ну, в большинстве, ну, именно вот то население, у которого было такое большое хозяйство, которое имело и подсобное своё хозяйство. Ну, вообще хочется сказать, что вот вся информация по итогам переписи, да, она необходима только для именно исследовательских, для научных целей, для принятия государственных решений. То есть никаких фискальных, либо там каких-либо выявлений, каких-то правонарушений. Вот вся информация, которая получается, первичная, она, скажем так, доступ к ней запрещён. То есть она используется только для целей именно сведения общей картины и получения вот именно общей картины состояния населения, состояния общества. То есть не преследуется цель, там, выявить у кого-то какие-то, там, хранящиеся, да, неимоверные богатства. Неимоверные, да. То есть данные не передаются ни в налоговые органы, никуда. Это, то есть такая информация, которая используется только для агрегирования. У меня даже переписные листы обезличенные же. Там вообще нет места, где записи вот фамилии, имени, отчества. Абсолютно нет. Обезличенные. Влекался или нет? Да. Такой нет. А вот, кстати, вот, когда работали вот с архивным материалом в переписи вот 1897 года, тогда, да, переписные листы, прямо вот в переписных листах заполняли фамилии, имя, отчество, даже вот, ну, вот, даже вот кличка, да, вот, раньше же у Якутового Лисы. Ну, клички. Там информация совершенно такая. Ну, это я как бы тренирована. Ну, имена же. Да, имена, да. Все информация открытая. Скажите, пожалуйста, а вот сельскохозяйственная перепись, она вообще какую цель преследует? Ну, это вот связано как-то с продовольственной безопасностью. Может случиться так, что у нас в России мы окажемся вообще на грани, там, я не знаю, ну, хлеба нет, там, где-то мы что-то покупаем. Ну, я имею в виду государство, да, на государственном уровне. У нас очень всегда жестко стоит вопрос с завозом вот продуктов, там, северный завоз, да, в районы. У нас же нет муки, мы же ее где-то там закупаем. Какие-то выводы делаются для того, чтобы понять вообще, сможем ли мы что-то у себя, там, допустим, выращивать? Ведь огородничества же не было на территории нашей республики, а сейчас оно как бы активно развивается, и каждое дачное хозяйство, оно как бы хотя бы вот какую-то часть может себя как-то прокормить. Ну, сельскохозяйственная перепись тоже в соответствии с федеральным законом проводится так же, как и перепись населения раз в 10 лет. Ну, наше вот население помнит, что первая перепись, вот обновленная Россией, я имею в виду, проводилась в 2006 году, а сейчас уже в прошлом году, в 2016 году, прошла у нас очередная перепись. Ну, что дает перепись? Ну, по итогам переписи мы узнаем, как состояние, фактическое состояние нашего сельского хозяйства. Как живет село, чем дышит, чем занимается, какое население проживает, какие виды сельского хозяйства у нас наиболее развиваются, ну, зависит от регионов. Ну, и какие проблемы существуют. И, в принципе, не только сельское хозяйство, да, вот сколько у нас поголовья, сколько у нас площадей посевных, ну, и какая инфраструктура села, как облагоустроено село. Вот эти вот показатели очень много, около 140 показателей. И, в принципе, вот действительно, по итогу переписи используют, в первую очередь, конечно, тоже научные круги, органы исполнительной власти для внесения, возможно, каких-то корректировок в политику развития сельского хозяйства. Ну, вот в последнее время у нас очень развиваются различные программы, да, развития сельского хозяйства, поддержка фермеров, благоустройство села. Это все на основании переписи, в том числе и серхозпереписи. Вот у нас вот и в Намском районе, и в Заречных районах, вот газификация села, это тоже на основании, по итогам переписи. Ну, и строительство водоводов, там, какие-то, да? Конечно, это вот летние водопроводы или там, ну, другое, любое благоустройство села, но и развитие инфраструктуры, тоже строительство школ, дошкольных образовательных учреждений, высших учебных заведений, других образовательных учреждений. Это все по итогам переписи. Вот немножко про Северный завоз, да, вот не дадут соврать, наверное, все участники Северного завоза, в том числе и работники и якута обторга, и службы государственных заказчиков, то есть, вот про муку даже, да. Вот на основе, базовый показатель, на основе которого, сколько муки они должны завести, это все именно вот численность населения, которая получена по итогам переписи населения. И в дальнейшем, на основе которой мы рассчитываем, оцениваем численность населения ежегодно, каждый год, да, вот это и служит базой для формирования того объема продовольственных нужд, которые нужно завести на Север. Ну, это, видите, это не только нынешняя политика, да, это вот все идет еще с советских времен, то есть, Северный завоз, он еще в советские времена был организован, и вот сколько нужно, да, потому что это как раз-таки и... Кто-то к нам дозвонился в эфир, может быть, дадим слово нашим слушателям, зрителям. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с юбилейной датой, и у меня такой вопрос. Я изучала свою родословную, да, и для этого ходила в Национальный архив. Там я нашла документы, по которым я вот как раз тоже по переписи, по фельхозпереписи, да, 1897-го, там, начало еще 1920-х годов. И мне было очень интересно, когда, допустим, я узнала, ну, по фамилии своего деда, его имени, значит, сколько у них было хозяйства, лошадей и так далее. И вот теперь я просто тоже думаю, вот вы говорите, что все это проводится как, ну, анонимно, или как-то вот вы не пишете фамилии, имена, да. Мне кажется, вот, предыдущим, вернее, по следующим поколениям было бы очень интересно узнать, какое было хозяйство у их предков. Вот. И такое пожелание. Большое огромное спасибо. Спасибо. Интересно, да. Немножко, да. Сейчас вообще, ну, законодательство ужесточается в этом плане, да, можно сказать. То есть есть закон о персональных данных и, ну, то есть ограничительные рамки защиты информации. Поэтому, ну, ставятся в ограничительные рамки наше учреждение, вот, все такие мероприятия. То есть достаточно сложный момент, можно ли потом далее использовать, да, для наших будущих поколений, могут ли они посмотреть. Ну, не знаю, вот. Ну, в общем, летопись нужно, наверное, вести вот каждой семье свою, да, уже вот в наши дни. Ну, уже в будущем, вот, последующая переписка, как минимум, вот 20-го, да, и микропереписка, которая 15-го, мы, к сожалению, уже таких данных, чтобы наши внуки и правнуки могли увидеть, чем мы жили, к сожалению, это уже невозможно будет. Ну, в общем, переписи у нас уже, как бы, со времен новой нашей России сколько прошло всего? Ну, вообще, в современной России у нас было две переписи, 2002-й и 2010-м. В советское время их было всего семь, но официально считается, что шесть. Вот как раз-таки переписи 1937-го года, результаты которого, скажем, были ошеломительны для высшего руководства, ну, и в соответствии с указаниями самого Сталина, все итоги этой переписи были уничтожены. — Боже мой. — Ну, вот там планировалось то, что по сравнению с переписью 1926-го года население должно было увеличиться на 37 миллионов, да, всеобщая грамотность, вот миф входил в том, что всеобщая грамотность уже, а вот перепись показала, что население выросло всего на 7 миллионов, и вот примерно, например, 30% женщин не умели читать и подписывать свою фамилию. И вот, ну, как сказать, руководство хотело показать результаты социализма, да, то, что социализм, он такое вот у нас развитие, такое масштабное, но перепись это не подтвердила, и поэтому результаты будут. — Как говорится, действительно, перепись — это возможность посмотреть общество на себя как в зеркало, да, то есть одномоментная фотография, как многие говорят, и ученые, и ваши коллеги статистики. — Ну, что, дорогие друзья, вот когда мы смотрим на наш замечательный фильм, служебный роман, всегда саха, стат, я всегда вспоминаю, во всяком случае. В общем, ну, поздравляем вас действительно с юбилеем и со 120-летием вот той переписи, которая прошла всеобщая российская, да, в Российской империи. Но будем надеяться, что мы, как сказать, наше государство будет крепнуть, и все это зависит от вас, от, так сказать, организации проведения вот таких вот мероприятий. Большое огромное спасибо, сотрудники Сахастата были нашими гостями.